я приветствую всех зрителей гостей конечно же подписчиков канала по следам карт в этом видео обзоре хочу вас познакомить с такой колодой как оракул лесной страницы естественно ее можно использовать как метафорические карты очень на мой взгляд интересная концепция данной колоды издана на издательство мистик сил к украинским и что пишут создатели колоды они что она навеяна флером шаманистики природных эзотерических практик это история уединения и познания мира через призму ощущения инстинктов и ритуалов данная колода это о до пути пугающего иногда захватывающего и и умиротворяющего колода лесной страницы является простейшим и практическим классическим инструментом для работы в то же время главной ее прелестью является сочетание трансцендентности прошлого настоящего и будущее совокупность восприятия мира нашими предками и современным его видением поданным в ключе созерцательного начала погруженного в атмосферу таинственного лесного пейзажа колода содержит 58 карт вы видите вот такую красивую очень такую манящую завлекательную рубашку есть у нас одна карта двусторонняя рубашка традиционно издательство мистик сил печатает и как использовать эту колоду как она хорошо дополняет и классическая таро и другие оракулы я вам покажу в заключение с теми колодами которыми я успела уже опропировать данную колоду а сейчас давайте начнем обзор этой колоды с разделов здесь колода разделена авторами на несколько разделов это классические архетипы карты чувства эмоции карта ситуации карта дома карта любви взаимоотношений то есть такие блоки группы карт есть они не по порядку классифицируется вы можете конечно же использовать и свою классификацию и так начнем с классических архетипов мы видим здесь красно девицу это али то олицетворение женского начала и соответственно женской энергии и отношению к миру это нежность интуитивность и скрытость на ее фоне лес то есть она отправляется в путешествие в свое подсознание для того чтобы получить ответы на волнующие вопросы и как у нас допустим есть классическом оракуле или нормал у нас есть технификатор а женщины и мужчины и вот мы видим красно девицу и следующая это храбрец молодец посмотрите какая карта это олицетворение соответственно мужского начала если девица женского то это мужского начала и соответственно мужской энергии харизмы это характеристика людей привыкших действовать прямо благородно открыто порой иногда не слишком даже щит считаясь с чувствами окружающих логически видите у него руки в боки не вот он прямо так настроен действовать эти колокольчики посмотрите на подпоясанные какие красивые тоже на фоне такого же леса находится как и красно девица следующий архетип это мать волчонка но это такой карта материнства и заботы нежности и безусловной любви несмотря ни на что это история детей и родителя детско-родительских отношений тоже может быть соответствовать старшему аркану императрица в нашем классе китаро да тут очень много есть пересечений потому что мы говорим что первая группа это архетипов и естественно пересечения с архетипами таро очень мне нравится семья и род посмотрите как изображена карта разные поколения это карта родовых связей и поддержки наследия генетики данного от рождения окружения взаимоотношений с родом и семьей по этой карте проходят очень интересно здесь она представлена следующий архетип это защитник карта как бы ангела-хранителя мецената большего друга чем мы есть и покровителя то есть тот кто может о нас позаботиться и предоставить эту самую защиту это любой человек или а ситуация или организация а затем вы чувствуете себя с как за каменной стеной которая предоставляет вам вот такое чувство безопасности следующая карта это естество инстинкты это суть человека выпадая на ту или иную ситуацию подчеркивает что человек не действует исходя из своих истинных желаний нередко она может и демонстрировать превосходство инстинктов над разумом в то же время это суть вещей которые обычно сокрыто от нас образ находится мы видим за кустами или в некой маске может быть этот архетип напоминает вам восьмой старший аркан силу а может быть это другой старший аркан пишите в комментариях будет интересно следующий архетип это леди медведь мы видим сильную такую властную женщину скрывающую свою нежную натуру под шкурой грозного и грубого медведя она идет вперед несмотря на преграды также это может карта характеризовать и мужчину тут независимо от полуэды гендера если на мужчину то как бы можем мы говорить что у его нутро его сущность очень утонченная и вот это медведь шкура медведя это как маска он хочет показаться брутальным мужественным но несмотря на это у него очень тонкая порядочная душевная организация ну в любом случае эта карта подчеркивают силу в случае женщина в случае с мужчиной возможно и ранимость и вот эта карта лесной дух ведающие очень мне нравится она есть вот у нас является визитной карточкой на обложке и это архетип схожий со старшим арканом жрица таро это природная мудрость черпающая свои знания ощущения из инстинктивных озарений мы видим у нее звериные ноги приобретет приобретение на своем пути мы видим корзина как ее багаж опыта и знаний умение преодолевать сложные тропы мы видим в ее руке посох и вот увенчанные черепами прошлых прошлого опыта либо прошлых жизней символизируют эти черепа то есть это то что она успела накопить и обратите внимание глазницы ее пустые это часто в этой колоде нам будет встречаться без рычков отсутствие глаз подчеркивает а прежде всего важность внутренних ощущений для понимания мира для восприятия себя и окружения это сегнививший сигнификатор той мудрости которой вы должны открыться ориентируясь не на книжные какие-то знания истины она глубинные инсайты и опыт пройденного жизненного собственного пути очень такая красивая карта следующий архетип это леший могучие опасные да вот здесь представлен этот дух леса виде опасности это архетип опасного мудреца мы будем видеть другого мудреца и сравним эти энергии он видит посмотрите все даже в самую темную ночь у него глаза как прожекторы но в то же время он беспощаден своей прозорливости то есть тот человек или та энергия которая как бы рубит правду матку невзирая на чувства на какую-то экологичность то есть это карта зрелого и сурового человека который видит всю насквозь и не пытается какой-нибудь ванилька и кружевами и и при украсить следующий архетип уже такие славянские у нас архетипы как леший а болотница подвох означает карта подвоха и коварства мутной какой-то воды и обмана говорит о том что вы вступаете в болото сомнительных поступков мыслей и событий то есть такая зыбкая болотистая почва под вами и у нее тоже глаза отсутствуют да то есть тоже про такой какое-то подсознательное наше говорит но и вода символ бессознательного а гадюка карта гадюка завести тоже пересекается с картой на ли норман у нас там есть змея тоже можно использовать эти значения любые другие известные вам как вы эти пользуетесь этими архетипами и карта в такой сковывающей зависти мы видим что девушку это змея опутала как бы сковала и низких таких чувств луна ее на голове это символ эмоций символ затуманенности разума что не все так кажется берущих гору над здравым смыслом следующий у нас архетип интересно тоже есть такая карта алинарман у нас в оракуле ли норман леса и здесь представлена леса воровка эта карта хитрых и таких проворных и предприимчивых в то же время людей ситуации способных умыкнуть нечто даже самое ценное прямо из-под носа мы видим что самое ценное конечно же ребенка украла и тут архетипы нас к сказкам отсылает много у нас и по предыдущим арканам и гадюка и болотница и леший и лесной дух или соворовка да то есть очень хорошо используйте эту колоду также как дополнение к сказкотерапии очень интересные глубокие смыслы архетипы которые сказках сказаниях мифах мы можем найти и это конечно же надо не забывать что если характеристика человека то это еще проворные люди умельцы своего дела которые выкрутятся домом и кнут даже чужой интересный архетип шаман хитрец вот именно тут шаман представлен не как мудрец а именно как хитрец это карта людей или ситуации возделывающих лишь свой сад это такие магии шаманы практики часто очень мы знаем встречается среди эзотериков которые хорошо знают что делает их танцы не для вас а для них самих а создавая видимость работы не обязательно что не действительно работают а возможно трудиться лишь себе во благо это такие показные показательные ритуалы ради собственной выгоды да вот когда там обставляются свечами камнями и вот и вот навешивает людям которые доверчивые или находятся в какой-то безысходной ситуации и вот они вот этим антуражом дают себе как бы значимости то же время с другой стороны шаман для меня это не обязательно шарлатан просто он игрок и работает как бы на публику то есть он говорит то что хочет услышать да не не как бы правду как матку как мы видели а леший до видеть человека насквозь и рубит эту правду матку она варит то что человек хочет услышать как бы вот такой маркетинговый ход и если эта карта характеризует личность человека да мы используем как характеристику личности то надо сказать что это большой мастер преследовать свой интерес в любом деле и такая карта по своему энергетике и архетипу схожа с карта мага классического таро в его там негативное проявление когда он шарлатан обманщик манипулятор фокусники так дальше посмотрите какая красота карта путеводный олень это карта благородной души освещающий путь не только себе но и другим на его рога уставленными зажженными свечами если леший у нас пронзает своими лучами правды да вот пронзает своими лучами и и не может иногда ранит то путеводный олень он освещает путь дарит луч надежды и он приходит как этот луч надежды когда он больше всего необходим то есть это те проводники характеризуют нашей жизни которые воодушевляют которые поднимают с колен которые дают надежду которые показывают свет в конце туннеля это светлое решение или светлый совет поддерживающие практики до которой вот есть разные мета методики работы есть провокационная терапия да это больше по-по-лежиму а это вот поддерживающие это позитивная психотерапия если хотите характеристика и смотрите у нас следующий белая лань чистота это пара путеводного оленя да вот так вот если мы смотрим не могут смотреть друг на друга это ангел во плоти сама истина за которой следует идти вот она такая белая как белое пятно как белая ворона а в этом темной лесе лесу белая лань символизирует мораль чистоту порядочность нечто то прекрасно и возвышенное но в то же время столь уязвимое в нашем мире да то есть то что легко запятнать легко как-то обидеть ранить и вот в той практике которую я уже успел просить колода и это карта еще показывают тут как белую ворону личность не такую как все не принятую всеми да не стадную социально такую осуждаемую потому что из-за чистоты своих взглядов из-за возвышенных как можно даже сказать не от мира сего поэтому социум таких людей выталкивает как белых ворон до сторониться и клеймит потому что они не похожи на них а все инородная система старается вытолкнуть посмотрите волки волки здесь представлены не как сила не как мудрость а как угроза мы видим вот тут череп кости ядовитые какие-то поганочки волки это антагонисты и оленя и лани то есть это прямая угроза какая-то внешняя либо внутренняя заставляющая на действовать нас действовать быстро жестко и дерзко а научиться бороться с теми кто не привык к эмпатии и мягкому разговору то есть защищать свои границы жестко и по волчи знаете с волками жить по волчи выть вот у меня такая метафора по данном карте следующая архетип у нас соловья как схоже с али норман птицы характеризующая общение приятные весточки легкое ненавязчивое общение возможно маленького друга на пути видите маленького какого-то такого знак маленький девушка стоит на большом большом укорененном дереве посмотрите тоже как может быть символ рода и вот весточка от кого-то из рода знак от ушедших наших предков птицы как во многих оракулах это такая отвлеченная беседа некоторая случайная информация способная быть как очень важной такие почти бессмысленной в зависимости от контекста но вот это изображение что она стоит именно на могучем таком дереве мне дает основание говорить о том что это может быть и весточка посланник от рода сова мудрость тоже традиционные у нас архетип и в ленорман у нас есть птицы совы это традиционный символ книжной мудрости и знаний вот она тоже все прожекторами глазами своими освещает то есть как свет знание света незнание тьма можно так сказать архетип молодого хрупкого деревца символизирующая здесь здоровье написано но это карта свежести молодости роста до початков начинаний потенциала да вот это маленькое дерево в таком дремучем лицу она выглядит как потенциальным очень с большим потенциалом стать могучим сильным деревом и конечно говорит о молодости физической и душевной и и как совет дает нам совет идти вперед и развиваться дальше трухлявый пень и посмотрите какой интересный архетип являющийся антиподом молодого деревца да вот как это противоположности она может символизировать навпаки старость не здоровье некую жизненную апатию отсутствие перспектив и невидение светлого будущего ну и остатки прошлого вот мы видим что дерево пень ну он дает жизнь вот этим поганка мухоморчиком то есть как бы здесь можно в психологической проекции говорить о том что это цепляние за прошлое дать постоянно шансы прорастать прошлому вашей жизни хотя надо отпустить посмотрите по растущей луне по убывающую точнее луне мы говорим о том что надо отпускать и если внимательно присмотреться здесь есть героиня да вот это краснодевица которая заблудилась в этом лесу и ищет дорогу и здесь есть шанс и надежда на то что если мы можем отпустить все отжившие ненужное уже спиленная до поломанное в нашей жизни то мы сможем выйти из этого леса и заключительная карта этого раздела архетипов это чужая битель которая гласит что тебя здесь не ждут мы видим такую хатыночку домик в лесу как домик лесника но свет обрати внимание не горит дверь закрыта та карта закрытых дверей в психологическом плане это может озвучать закрытую личность отсутствие эмпатии и заинтересованности в общении во внимание помощи от других людей закрытая такая эмоциональная сфера чувства заблокированные да и такое холодное безразличие отказ понятное дело что это все причины психологических травм ну вот характеризует полностью такую отшельническую но не в плане мудрости в плане закрытости отсутствие эмпатии а социопатия даже может проходить по этой карте личность следующая группа карту нас карты любви и взаимоотношений и мы видим а карту друзья и адепты это прежде всего люди которым мы доверяем с закрытыми глазами поэтому здесь маски и повязка у девушки это помощь вне семьи а то есть это не родовые связи родственные а это вне семьи это некая община община те родственные души которые мы встречаем по жизни и которым доверяем и которые готовы прийти к нам на помощь и мы готовы прийти и оказать им любую помощь то есть этот вот карта родственных душ по-другому я бы назвала следующий аркан это долгожданная встреча посмотрите как она тут изображена интересно это что-то нечто важное важное событие важная встреча не только с долгожданным человеком но из какой-то решающейся ситуации а нечто знаковое поэтому а здесь не человек изображен а как такая а суть сгусток энергии вот в маске что-то такое большое как то которая вот как звериная даже инстинктивно которую мы обнимаем который мы долго долго ждали какой-то момент своей жизни какое-то озарение какой-то ситуация и здесь карта в психологической точки зрения очень так явно показывает нашу способность наше умение открывать объятия судьбе доверять миру и принимать карта принятия потому что когда иногда приходят счастливые события долгожданные события в нашей жизни а у нас включается копинговые защитные стратегии и мы с недоверием к ним относится неужели это произошло с нами а вот здесь карта умение открываться карта большая любовь ну группа карт отношений и обратите внимание вот эта большая любовь медведя мышь про лес говорим и медведь как что-то символ большого мощного карта душевной такой близости прежде всего привязанности по обратите внимание чаёчек такое или что-то горячий напиток на лавочке попивают и полностью когда они просто молчат и смотрят сторону друг друга и по ситуация когда можно без слов понятным быть поняты карта совместного пути это характеристика общей дороги с другом или партнером из естественно тоже медведь да если мы зрители эту большую любовь и совместно решили на этом чем не оплыть такой символ очень интересные до который характеризует совместный путь очень часто в украинском фольклоре встречается да и поэтому здесь так и я изображен этот путь но оплывут они обратите внимание по речке а по звездам по млечному пути когда мы объединяем свои цели и у нас длительные отношения и совместный путь а вот карта так и есть называется родственные души на человек максимально близкий и принимающий это может быть даже не любовь и даже нет дружба это кто-то или что-то а кто готов увидеть вас самого себя вашу суть и принять такого как вы есть и понять как никто другой поэтому здесь такие обезличенные как бы тени изображены до силуэты и в них вот весь космос как бы соединяя встретились два микрокосма и две вселенные если хотите и приняли и поняли друг друга поэтому не держатся за руки и еще одна карточка отношения это праздничный танец ну понятно здесь все это легкости веселья радости празднования это тот или те кто готовы всегда разделить вашу не только печаль но и радость да мы знаем что истинная дружба проверяется не столько в беде сколько совместной радости а когда вы что-то купили приобрели или вас встретили что-то у вас лучше чем у ваших друзей и друзья могут искренне за вас порадоваться в них нету этой гадюки за пазуха и зависти вот этой гадюки которую мы видели змея сковывающий но тут интересный такой архетипический образ вот этот журавель и с короной может быть такой оттенок да на другом полюсе этой карты до негативный что наш партнер либо наш друг либо это общество носит корону и не против и покрасоваться сам своим собственным эго следующая группа это у нас карты работы и ценностей мы видим карту познания девушка сидящая закрытыми глазами а вокруг нее левитируют эти книги открытые все как доступны их знаний характеристика также карта говорит о необходимости учиться основам получать широкие разнообразные знания это любой вид образования работа с литературой информации у нее какие у полной луны закрытые глаза эту информацию надо как бы проживать пропускать через себя неудачный рецепт книга мы видим что что-то а книга открытая что-то ведьмочка здесь наколотила но бывает так что мы стараемся прилагаем максимум усилий но стоит обратить внимание что сама выработанная концепция выбранная нами не приносит нам успеха эта карта пустых усилий необходимо пересмотреть план работы эту информацию которой вы владеете иначе ничего не выйдет все усилия будут отчетны карта практической магии очень интересная карта мы видим ногую как без всяких масок личин как метафора до полностью открытую женщину которая в лесу хочет провести некий ритуал мы помним что магическое это другое название психического мы видим весь полный цикл растущие полные убывающие луны и если говорить о психологическом применении данной карты значения то это любая любого рода работа для нашего личного роста то практики духовные энергетические психотерапии терапевтические это постановка конкретных целей это аффирмации работа над собой своими энергиями работа с чакрами все что вы понимаете под этим может проходить по данной карте пикник здесь карта отдыха и удовольствия от легкости бытия это тот доход который мы можем потратить как бы на праздник потратить на себя на свои удовольствия маленькие либо большие что-то схожая энергия с девяткой кубков до изобилия плоды следующая карта это результат наших собственных трудов награда за труд карта близкая по значению с девяткой пентаклей до классического канонического таро сбор грибов посмотрите какая красивая карта говорит нам о работе то есть это процесс а это еще не результат если вот предыдущая карта это уже результат нашего труда то здесь это еще процесс и мы еще на пути к достижении своей цели наша корзина еще пуста но посмотрите вокруг сколько возможностей предоставляет нам жизнь данный момент времени осталось лишь их собрать и положить себе в корзину кстати еще вот здесь интересно да вот я сказала карта на близко по значению к пятки пентаклей в моей практике вот на консультации а девушка сказала что она здесь себя чувствует так что она дает она отдает она ухаживает за этими растениями цветами она отдает свою энергию внимание ресурс свой а взамен не получает ничего потому что это как бы безликие растения и вот ей бы хотелось чтобы вот этот был баланс давать брать чтобы ей взамен тоже давали что они бы тоже заботились как она заботиться об этих цветах вот очень интересная ассоциация когда мы работаем как с метафорическими картами несмотря на название мы не смотрим название мы смотрим на личную проекцию из личного а бессознательного да когда человек видит нечто иное или совершенно иное чем может быть закладывал автор или видите вы как консультант но как у него таки правильно он это так видит и вот по после консультации это же думала по девятке пентаклей вы вспомните у нас есть такое узкое значение определенное может быть про одиночество несмотря на то что вроде бы внешне материально все ок но человека одиноче вот что-то в этом есть дары леса и щедрость это как бы наша обложка да очень похоже это в отличие от карты изобилия это то что нам дано от рождения карта изобилия нам показывает плоды собственного труда а это те ресурсы те таланты те склонности которые мы получили от рождения то есть врожденные наследственные наши способности либо они были получены извне там дарованы нам родителями близкими людьми но и не является результатом непосредственно нашего труда то есть это то что мы получили и как мы этим распорядимся это уже второй вопрос целебные травы на тоже интересная карта это способ исцеления это то лекарство некая волшебная таблетка которую мы все ищем все что связано с таким ресурсом которая способна помочь исцелить наши душевные раны либо телесные это такое возможно ключевой момент события способная поправить все дело исцелить то есть вот я же говорю волшебная таблеточка волшебная трава целебная трава и посмотреть интересный орган карта плетение паутины тоже символизирует труд до постоянные момент монотонные это уникальные наши навыки и таланты умение выстраивать свои цели и совершение максимально продуктивным образом поставить какая идеальная паутинка это большая работоспособность и увлеченность своей работой карта близко по энергетике значению к карте восьмерки пентая клейка классического таро рядом с негативными а какими-то архетипами может конечно же означать плетение интриг плетение каких-то заговоров хитро запутанную и хорошо спланированную продуманную какую-то ситуацию но которая против вас позитивном же значение это наше трудолюбие работоспособность увлеченно увлечение своей работой следующий блок карт это карты дома мы открывает ее уют и комфорт это сигнификатора нашей обители это тот мир а который для нас карта интроверта и домоседа характеризует как личность тех кто привык работать на дому и как бы скрывать и оберегать свой внутренний мир от постороннего вмешательства они выставляя его на показ конечно же карта характеризует глубокую личность которая не любит выходить за пределы своей зоны комфорта и очень осторожно если пускает кого-либо к себе вот видите у нее в комнате как бы целый еще мир за которым сад лес за которым она ухаживает которые на холит и лелеет и эта лампочка как солнце для нее да то есть она сделала себе такой уютненький мирочек своя комната тоже очень комфортная приятная карта это непосредственно наше место в жизни и дом нечто очень понятное каждодневное либо это наше место силы возможно это запасы и ценностей каких-то денежных ресурсов продовольствия книг украшений каких-то наших наработок собственного опыта вот такой магический шкаф тоже с циклами луны два котика но эта карта близка по значении ко многим арканам и к четверке пентаклей и как бы к девятке пентаклей то есть что-то земное да по земной энергетики то есть то что можно попробовать нам есть что оберегать и мы не хотим с этим расставаться мы тщательно за этим накоплением следим потому что вот у нас есть решеточка на окнах карта уединения это такая занятная карта так она нарисована карта некого космополита и человека который вроде и не находится непосредственно в доме потому что его кровать находится на ветке дерева да то есть она как бы в лесу открыто нету вот стен ограничений решеток на окне напротив этой карты но с другой стороны этот человек способен создать уют и комфорт в любой обстановке в любом месте в любой стране куда его занесет то есть человека ничто не может напугать или расстроить он сосредоточен на построении мира в любом месте в таком ключе чтобы это было максимально для него удобно то есть такая когнитивная гибкость при своем умение приспосабливаться умение найти неожиданный выход из ситуации если хотите вот тут интересно как расставлены развешенные вещи ну и карта говорящая сама за себя очень такая метафоричная я и есть мой дом то есть человек никогда не потеряется в мире если не потерялся в самом себе эта карта целостной личности способна не терять себя несмотря ни на что не теряя свою уверенность непоколебимость и активную жизненную позицию жизнь исходя из традиций предков и родительских устоев потому что он несет в себе вот эту вот хатынку свой родительский дом свой отчий дом и так дальше то есть о весь его мир заключен в себе точнее не мир а дом именно потому что у нас будет другая карта я и есть мир но это акцент на доме то есть на месте рождения на привычном месте обитания на среде обитания то есть но он сам по себе представляет этот дом и где бы он ни находился он несет себе вот эти традиции предков своего дома своей семьи и тогда следующая группа карт это карта пути открывает ее карта полуночный полет и мы видим летящую над лесом в темноте девушку такую как бы во сне да вот карта лунатика мне всегда хочется сказать это метафора отсутствие осмысленного пути когда нас несет когда мы плывем по течению словно спим и нам снится сон в котором мы не можем ничего менять и влиять на процесс то есть это карта антагониста осознанных сновидений это когда просто мы не влияем на процесс а просто плывем по течению витание в облаках нехватка практического и здорового взгляда на вещи естественная есть плюсы и минусы как в любом аркане в любой карточке рядом с позитивными картами может означать и медитацию и творческое воодушевление и крепкий полезный сон там и так дальше следующая карта ты увидишь чудеса вот такая карта надежды там схожая со старшим арканом звезда мы видим падающую комету это очень такая позитивная карта говорящая дающий нам надежду что на пути нас ждут на нашем пути мы видим страницу нашу путешествию лесную страницу которая увидела невероятные впечатления и получила волшебные открытия вот эти бегущие олени по небу нам удастся возможно даже загадать желание но непременно сбудется как бы карта того что выполнен счастливый случай благовалит нам небеса полученное какое-то озарение ну и все и обители за заметьте от карты вас никто не ждет здесь ждут здесь дымок струбы здесь светящиеся окна временный привал мы видим костер в лесу то есть явно говорит о том что у нас есть остановка на пути а пауза а промедление необходимость надо набраться силами перед следующим рывком на необходимость отдохнуть необходимость подкрепиться ресурсами необходимость подумать но в данный момент у нас нет возможности двигаться дальше то есть это карта статики тернистый путь интересная карта когда девушка окружена а вот этими цветами хижаками как это ну в общем вы поняли там типа на пентасом и всем остальными которые едят что-то живое а это сложности и страхи на пути прежде всего страхи и те сложности которые возможно мы сами себе создаем на нашем пути такая неоднозначная дорога среди нежных красивых цветочков вот как я вам сегодня выложила такую лесную тематику полевые полевые цветы встречаются и зубастые сорняки и тут здесь нам важно сохранять спокойствие даже если нашим боссом ножками которыми мы ступаем по этому тернистому пути очень больно мы видим здесь белые козероги на карте символизируют упорство чистоту помыслов которыми мы должны руководствоваться а их врага это умение защищать себя то есть в такой окружающей обстановке враждебной мы должны уметь все равно себя защитить освещенная дорога очень позитивная тоже карта девушка с фонариком на свет фонарика прилетели метелики мы видим что тропа по которой девушка идет можно может быть освещена фонарем в руках фонарь как метафора нашего ресурса и этот фонарь точно укажет нам куда двигаться дальше и мы не заблудимся не заблукаем и увидим свои знакомые пейзажи и дома которые топят печь и готовы случае чего приютить усталого путника темная роща неизведанная тоже как похоже на карту тернистого путя пути мы видим вот фигура страницы нашей которая заблудилась это уже однозначно наши страхи и неизведанное то место куда лучше не оставаться это когда мы утратили свои жизненные ориентиры и ценности когда большая вероятность существует заблудиться и попасть в беду именно знаете в своем психологическом состоянии заблудиться в своих чувствах запутаться в своих страхах карта может внешнее конечно влияние символизирует виде глупости и риска но это опять таки наш выбор и здесь карта по значению также близкая к старшему аркана луна не только к нему может быть и к восьмерке мечей ну здесь у каждого свои ассоциации и вот карта которую я вам уже анонсировала я и есть мир карта близкая по смыслу аркану таро мир который означает гармония открытость всему новому будущим свершением интерес к неизведанному растворение во вселенском сознании смотрите вот фигура девушки она как бы мимикрирует под окружающую среду то есть она и есть этот мир да и от карта характеризируют уравновешенный баланс личностных и межличностных взглядов и ориентиров и вот если здесь человек носит с собой дом и говорит я есть дом то этот человек уже более глобального мышления и говорит что я и есть мир интересный блокарт карты чувств и состояний мы видим а вера и воодушевление это возвышенные наши чувства надежда вера творит чудеса здесь мы на аркане видим христианские католические кресты христианские католические иконы и как бы человек находится выше этих верований то есть он опирается на эту веру да вот и поэтому это есть его в той твердой почвой что дает ему такое состояние полета поляна или выбор очень интересная тоже карта когда девушка как бы находится в постели на а в кровати и на одеяле у нее множество множество грибов к некоторые из них съедобные некоторые ядовитые и карта говорит о том что прямо перед нами так много всего но нам не следует спешить следует присмотреться какие из грибы все удобные какие нет а какие вовсе ядовитые то есть нам стоит быть осмотрительными и разумными при выборе наших желаний очень напоминает по значению карту семерка кубков классического таро карта коварства мы видим спящую принцессу ли королеву с короной и когда мы считаем что находимся достигли какой-то вершины находимся на вершине и буквально даже спим своем кара своей короне как символе эго нашего а то не стоит забывать что а ее легко могут стащить и как шатка та вершина на которой мы уже обустроились и власть бы будем находиться вечно никогда не стоит расслабляться видите руки протянуты желающих много личная тюрьма ну классическая восьмерка мечей карта аналог классического таро мы сами когда создаем себе свою тюрьму и те преграды что не дают нам освободиться и двигаться вперед и как совет конечно следует отбросить старые шаблоны мышления ненужные опасения и наши ограничивающие убеждения таска и слезы горечь и печаль когда проникает в наше сердце мы чувствуем такое состояние не что нечто ценное для нас осталось в прошлом и мы находимся в состоянии депрессии если мы не сможем отпустить это прошлое то мы долго будем у нас произойдет застревание в этом состоянии очень напоминает классическую карту пятерку кубка втором сердечные горести птица серен здесь изображена райская птица дева и средневековой мифологии а в западных легендах западноевропейских и западных славян мифологии легендах часто встречается эта птица и это серен является воплощение несчастной души она пела заманивая людей которые навсегда пропадали как вариант карта неразделенной любви сердечных травм и переживаний которые могут нанести нам близкие люди не обязательно это партнеры любовного характера близкие люди родственники дети родители к тем кому мы очень эмоционально привязаны и она является картам аналогом тройки мечей классического таро луна и сомнения карта характеризует неуверенность себе в собственных решениях незащищенность это карта антипод сразу двух гармоничных арканов такие как мы видели я есть мой дом и я есть мир здесь героиня находится вне дома как бы она в лесу и видит мир за окном и он для нее неуютен и пугаюсь все кажется не основательным странным по луне до а луны иллюзии искажают реальность и это только нарастает по на растущей луне и будет усиливаться к сожалению если мы не будем обращаться к помогающим практикам либо сами практиковать психологические техники и методы по работе с картами сам или по работе со страхами или по работе сомнениями так дальше карта одиночества и покинутости но это ощущение опустошенности и покинутости не и вот здесь силуэт такой прозрачный словно оголенная душа облукает в одиночестве по лесу и и конечно же одиночество и уединение это разные смысловые оттенки поэтому в зависимости от контекста расклада а то метафоры которые распаковываете вы либо ваш клиент может узнать означать уединение они одиночества энергия леса борьба посмотрите какая энергетически заряженная карта много красного оранжевого цвета карта небывалого энергетического подъема храбрости и активности это как бы главный аркан силы и мощи в данной экологии это энергетика способная сжечь все вокруг как вот этот лесной пожар все что мешает на пути к цели и в то же время это аркан способный зажечь все то что может способствовать достижению этой цели в каком именно а ключи и и трактовать и действовать остается выбор за вами зависимости от запроса и от расклада и карта интересной трансформации судьбы очень напоминает либо старший аркан 13 смерть либо 20 страшный суд по энергетике значению эта карта глобальных перемен и знаковых решений это события которые формируют нашу жизнь и нашу личность как таковую то есть это такие пороговые решения пороговые события которые оказывают на нас неизгладимое впечатление под действием которых мы формируемся как личность также это видите мы видим ладони как бы вот эти лучи исходящие эта карта означает умение работает собственная энергетика энергии исцеление у меня исцелять и изменять то что казалось бы не под силу никому вот и вот здесь если обратите внимание на этих металликах ночных металликах череп изображен есть такие ночные бабочки с черепом сейчас забыла как они называются вы обязательно напишите подскажите мне в комментариях и вот еще раз усиливает трансформационный аспект данной карты ну и заключительная карта она в единственное своем роде своей группе точнее эта карта это всему конец всему конец итоге момента море все когда-нибудь заканчивается и ничто не длится вечно эта карта аналог сразу двух старших аркана второго непосредственно самой смерти 13 старшего аркана и десятки мечей она может выпадать есть на и на человека и на сам процесс что будет означать что эта ситуация либо этот человек скоро уйдут из вашей жизни вовсе или заканчивается некий важный этап что был с ними связан но важно а принимать да потому что мы знаем что все рано или поздно заканчивается все пройдет и это тоже заключение я вам хочу показать с какими колодами я сочетала оракул лесной страницы и вообще-то можно с любимые но вот и в моей практике мне очень нравится сочетать с различные символьные инструменты и вот с колодой таро мунлайт таро обзор есть на колоде по следам карт из-за ее тоже такой темной эстетики и природной вот но и многих природных соответствий посмотрите как многие тоже украинской художницы ирина бондаренко как много архетипов до славянских украинских повторяющиеся да вот тут на умеренности вот этот чувак и у нас есть такая карта с волками символика волков как страхи на луне до леса и воровка хитрец символ дерева молодого потенциального который станет древом мира последствии символ змеи здесь как дьявола искушение зависти всех человеческих пороках вот трухлявый пень и неживое дерево на семерке пентаклей ну совы в различных колодах мы знаем часто распространенный символ практическая магия и мы видим здесь королеву пентаклей которая тоже делает определенный ритуал из известных зарубежных колод по своей эстетике также и энергетики очень подходит к таро черным лилиям посмотрите обзор есть на колоде на канале на эту колоду есть на канале по следам карт здесь тоже очень природная колода и мы видим и лени и алисы и змеи все те и луна и волки очень такая символика повторяющийся много животных еще это из-за эстетики такой темной по смыслу с любыми веканскими колодами и с любыми такими а природными колодами водка катару зачарованного леса на вот образ оленя здесь и у нас есть этот образ оленя либо белой лани как расходно здесь очень много волк как страхов да у нас тоже есть тут на 13 старшем аркане медведи совы дерево вот этот олень на мире тоже встречается очень природная колода поэтому с ней также очень хорошо сочетается из оракулов конечно же мне на оракул либо метафорические карты на лесной странице очень по энергетике напоминает татвиканский оракул теней араба сархасяна и вот мы видим а здесь того же оленя образ да со свечами знаете татвиканский оракулы медведя лисы совы плетение паутины помните у нас был такой аркан здесь есть и черные карточки и светлые вам знаком надеюсь этот оракул очень такой природный веканский ну и из колода ленорман потому что очень много образов мне понравилось с кельским оракулом ленорман сочетать потому что очень природные он видите змея и камень здесь кот медведь очень много природных символов здесь и очень интересно сочетать эти символьные системы они очень дополняют друг друга ну что ж друзья а я с вами прощаюсь надеюсь вам понравилось это путешествие лесной страницы до новых встреч всего хорошего пока пока